Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас с вами вкуснейшие крылышки. Рецепт на них я оставлю вам в инфобоксе. Со вчерашнего дня у меня осталось немножко роллов. Их нужно доесть обязательно. Здесь у нас кофе, соевый соус, огурчики консервированные и помидорка свежая. Давайте приступим. Сегодняшний мой день начался, так сказать, не очень. Я вчера заснула очень поздно и подумала, сегодня утром высплюсь. Попросила маму меня не будить, но не тут-то было. Утром встает Твикс. Идет к двери и начинает мяу, 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 невозможно спать. Я встаю, открываю ему дверь. Он выходит. И закрываю дверь. Проходит 15 минут и опять Твикс. Мяу, мяу, теперь уже зайти хочет. Зашел. Походил 15 минут в моей комнате. Потом опять решил уйти. И, блин, я собираюсь спать. Твикс как будто специально это делает. Как только я открываю дверь, он выходит. Через 5 минут он опять заходит. А открытую дверь оставить я не могу. В таком случае я просто не могу заснуть. Вот я обожаю, когда во всех комнатах закрыты двери. Я не понимаю, зачем покупать дверь и ставить ее туда, если ты все равно ее не будешь закрывать. Но это чисто мой фетиш, если честно. То есть, если не закрывать дверь, тогда можно просто купить занавеску. Мне некомфортно, когда в моей комнате дверь открыта. Вот как-то не по себе мне. Всегда закрываю дверь. В общем, так где-то 4 раза. Потом слышу, что позвонил телефон у нас домашний. Мама начала с кем-то на азербайджанском долго разговаривать. Что-то какой-то пылесос туда-сюда, сколько стоит. Потом мама зашла ко мне в комнату и говорит. Айка, я знаю, ты хотела поспать, но тут такое дело. Нам позвонили и сказали, что вы участвовали в какой-то акции. И вы выиграли 4 техники бытовой, мелкой бытовой техники. Набор ножей. Я сразу поняла, знаете, что это какой-то лохотрон. 4 набор ножей, чайник, утюг и блинницу. Но вам нужно всего лишь один из них оплатить. Во-первых, ни в какой викторине мы не участвовали. Во-вторых, что это за викторина, если один из товаров ты должна купить? И мама начала, вот, только пылесос купим, а все остальное нам в подарок. Я решила перезвонить. Перезвонить по этому номеру не получилось. Только принимает исходящие звонки. То есть туда-обратно перезвонить нельзя. В общем, где-то через полчаса они обратно нам перезвонили. Я решила уточнить, сколько стоит этот пылесос, который нужно будет купить. Мне объяснили, что он стоит 8 тысяч. Пиво мы покупаем. А все остальное получаем в подарок. Я спросила, что за модель пылесоса. И мне говорят, Хоффман и модель. А так как я работала в магазине техники, я знаю, что этот пылесос стоит 4 тысячи. От Силы 4. Самая простая моделька. Я говорю, а нельзя пылесос не покупать, просто если мы выиграли, забрать свои подарки. Нет, вы обязательно должны пылесос тоже купить. Я говорю, так это пылесос, говорю, во всех магазинах 4 тысячи стоит, а вы мне его толкаете за 8. Даже больше, девочки. 9 тысяч. 200 монат получается 9 тысяч. А в магазинах везде он стоит 99 монат. Что делает 4,5. То есть схема какая? Схема очень проста. Ты покупаешь, тратишь свои деньги, покупаешь этот пылесос в 2 раза дороже. И типа тебе в подарок. Еще дарят там утюг, набор ножей, блинницу. Получается там, ты за все за это заплатил? Потому что утюг спросила марку. Симба, мне сказали. Мы купили этот пылесос дома, Симба, за 2 тысячи. То есть это супер бюджетная марка. Вот. То есть это такой, знаете, ход. Ход конем. Почему я это все рассказываю? Уточняйте фирму. Смотрите в интернете. А сколько на самом деле стоит товар, предложенный вам? Если действительно вам говорят, что, например, мы вам дарим айрподсы и айфон 12, а вам нужно заплатить только за айрподсы, тогда можно соглашаться. Но если ты все равно за все это платишь? Под предлогом... Под предлогом выигрыша. Как только я сказала, что, так если посчитать то, что вы нам даете, это все и укладывается в 200 манат, то есть в 9 тысяч. И она сразу бросила трубку. И мама мне такая говорит, нет, говорит, мне кажется, говорит, мне кажется, что действительно мы что-то выиграли. Я говорю, почему, мам? Она как позвонила, сразу сказала, что это дом Сивендира, а у меня папа зовут Сивендир. А телефон оформлен как раз-таки на папу. Так это проще простого, просто узнать, на кого оформлен телефон. У нас еще был случай у соседа. К соседу домой постучались. Это еще в Саратове было, когда мы жили. И мы начали стирать. Сказали, абсолютно бесплатно мы проведем эксперимент. С вашей водой мы докажем вам, что вы пьете совершенно нечистую воду. Вы просто не знаете про все это. Вы можете в конце эксперимента даже не покупать этот фильтр. Туда-сюда навели кипишу, показали, насколько грязная вода. Они пенсионеры, ну как пенсионеры, предпенсионного возраста. И они как бы поверились, повелись, купили за бешеные деньги. А потом, через 3 года, мы в магазине увидели этот же аппарат, так скажем. В 3 раза дешевле. И уже все ты купил, куда-то обратишься. Отдал бешеные деньги. За вещь, которая тебе вообще не нужна. Я так угорал над одним комментарием. У меня в комментариях девочка написала. Говорит, время от времени к нам тоже приходят такие люди. Мы позвали их. Они сказали, что мы просто покажем вам, как наше оборудование может очистить диваны от грязи. Мы их позвали. Они нам очистили, говорит, диван и 2 кресла, чтобы показать так наглядно. Мы просто не купили. Нам надо было просто почистить диван. Я столько смеялась. В общем, такая история у нас приключилась сегодня утром. У меня просто поражает наивность мамы. Она прям верит в то, что действительно мы что-то выиграли. В каких-то викторинах как будто мы участвовали. Девушке сразу не понравилось, когда я начала переспрашивать, а что за фирма? Она же стоит вот таких вот денег. А какой мощности пылесос? Какая модель у пылесоса? Мне сразу не понравилось. Вы представьте, например, меня бы не было дома. Или просто моя мама была бы одинокая пенсионерка, так скажем. Как легко было бы ее развести. Она еще ходила, благодарила бы их. Я однажды телефон заказала на Алиэкспресс. Это было худшее решение в моей жизни. Я получила. Телефон работал. Он включился. Я сразу обрадовалась. Вау, телефон включился. Не помню, почем я его купила. Ну, как-то бюджетненько, по-моему. Но просто это было чисто выброшенные на ветер деньги. Просто выброшенные. Я так руками... Телефон мне пришел. Я обрадовалась. Вроде как подтвердила получением. Потом начала замечать, что телефон сам по себе выключается. А через месяц вообще с ним пользоваться было невозможно. Указано было, что камера там 12 мегапикселей. Но было такое ощущение, что я снимаю на какой-то Siemens. В 2012 году. Или когда был Siemens. Ну, в общем. И просто выбросили в мой этот телефон. Даже никому не подарили. А кому? В прошлый раз мама... У меня в шкафу были мои старые телефоны. Мама просто раздала соседям в деревне. Там просто есть женщины, которым вроде... Ну, там Wi-Fi, интернет не нужен. Просто позвонить и получить звонок. Не вижу смысла коллекционировать телефоны. Я 12-й себе брать не стала. У меня сейчас 11-й айфон. Дай бог, когда выйдет 13-й. Я себе обязательно возьму 13-й. Я очень довольна айфоном. Я беру все свои слова обратно. Помните, я вначале была недовольна. Меня все раздражало, бесило. Не глючит. Теперь я понимаю, почему люди выбирают продукцию Apple. У меня никогда в жизни не было ничего от Apple. и я просто не знала, насколько это круто. Под видео, где я показываю ароматы, дорогие, мне там одна девочка написала, Лучше бы купила себе наушники. AirPods, да, они называются AirPods. AirPods нужно заряжать. У меня нету терпения заряжать телефон. Я купила себе Powerbank от Xiaomi. Вроде хороший, знаете, такой на, по-моему, 20 тысяч миллиампер. И думаю, во, у меня будет Powerbank. И что вы думаете, мне так лень его заряжать? И в нем никогда нету зарядки. Просто купила, и он у меня валяется. Еще наушники заряжать. Делать мне больше ничего. Вот часики можно взять от Apple. Вот часики я подумала. Наушники даже не собираюсь. Я когда работала в магазине техники, я смотрела на людей. Один парень взял там наушники и не отдавал кредит. И потом там ему звонили, беспокоили его родственников, что почему он не отдает кредит и так далее. Искренне не понимает таких людей. Неужели эти наушники стоят того, что тебе постоянно будут звонить? Ты где-то будешь в черном списке. Завтра тебе понадобится, например, там еще что-то взять тебе уже не дадут. На тебя подают в суд. Неужели нельзя прожить без этих наушников, но ходить с гордо поднятой головой? Одно дело нету. Где мои салфетки? Одно дело нету возможности, например, платишь с просрочками. А другое дело, как купил, сразу перестал платить. Понятное дело, что он и не собирался платить. Вкусно. Вкусно. Опять же, люди разные, может я ошибаюсь. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы подпишетесь, мне будет безумно приятно. Всех люблю. Целую. Пока.